Здарова, здраво, дорогие друзья, с вами Булки, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новенькую долгожданную серию по игрушке BeamNG Drive. Друзья, согласитесь, давненько не было Бимки на канале и я предлагаю эту ситуацию исправить. 33 тысячи лайков, не знаю почему это число, просто вот на самом деле, ну красивое вроде как и первое, что в голову пришло. Я понимаю, что сегодня вторник, но тем не менее, лучше 6 дней, чем 1 серия, например, да, в неделю вот это вот. Поэтому, друзья, неделька Бимки не совсем полноценная, без понедельника, без вчерашнего дня, но все равно 6 серий и поверьте, мы устроим много чего интересного. Все зависит от вас. А я же в свою очередь хочу, друзья, пожелать всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, тем более, что сегодня будет кое-что необычное. Ну, может быть, может быть, если вот кто-то вот-вот заглянул за вот эту тачку, вот-вот-вот там вот вдалеке, вот-вот там вот по шоссе вот там что-то едет, вот что-то блестит. Вот именно ее мы сегодня будем тестировать, потому что это новая тачка, которая у меня появилась вот, ну, которую я установил сегодня. Это Амогус. Это не я придумал название, это так она, в принципе, и называется, даже могу, как бы, показать, чтобы, как бы, так скажем, подтвердить свои слова. Я не знаю, когда охуел, я хотел сказать, я когда охуел увидел, я когда увидел, охуел, реально, вот, без, без привлечения. Гаврил Амонгус Бас Импостасус Имкрю, Траст Ми Бай Фьюриус Фокс 25 Кастомс. Это полное название данного автомобиля, я, блядь, понятия не имею, что это и как оно едет, я его просто заспаунил. Но, наверное, судя по размеру двигателя, и судя по тому, как эта херня едет, ой, едет, выглядит, едет она точно так же. Поэтому, друзья, предлагаю просто без лишних слов наш тестовый полигон, конечно же, Американ Роуд, конечно же, этот Хайвей, и, конечно же, трафик, который, ну, немножко, наверное, будет мешать, но мы должны узнать, как быстро она едет и что вообще происходит при столкновении, потому что не скажу, что... А, нет, здесь она поместится, кстати, если вот там вот под мостом проезжать, скорее всего, получится у нее это сделать. Ну что, друзья, я первый раз сейчас буду нажимать газ в пол. А прикиньте, она на самом деле не едет вообще или едет очень... Я реально тот самый случай, когда я не проверял заранее. Я нажимаю. Там что-то... Там, подожди, что, блядь, подожди, там что-то... Что-то какие-то лишние детали... А, то есть похуй, да? А что это вообще такое? А, это нагнетатели, типа? Это фейк, да? А, ну то есть, в принципе, ну я понял, хорошо, ладно, хорошо, окей. Я нихуя вообще не вижу, что там происходит, потому что как бы вот эта балда, блядь, хромирована перед моими глазами, она реально маячит просто на весь экран, блядь, мой. Вы когда-нибудь видели подобное в BeamNG Drive? Я честно вам скажу, наверное, мы много чего вот как бы и в сериях, и так я как бы и когда играл, я много чего видел, но, блядь, чтобы вот такое вот происходило, это, наверное, впервые. Вот реально без привлечения. Я правильно понимаю, что машина, в принципе, особо не дамажится? Ну как, она-то, конечно, ну, повреждение а-ля... Я даже не знаю, что, это точно не супер качественная моделька в BeamNG Drive, как она должна биться, это что-то простенькое, но за счет вот этих объектов, блядь, а вообще ее реально... Тут, тут, понимаете, тут мусора даже как бы поняли, что дело пахнет, блядь, ну, жареным, и захотели меня поймать. А вид от первого лица существует? А, то есть там салона нет? Что, блядь, это отражение? А, нормально, блядь. Короче, я не понимаю вообще, она, эта моделька очень... А, там внутри еще, блядь, что это за хуйня вообще? Что это за Amogus вообще? Я такой, такой хуйни еще не видел реально в BeamNG, пацаны. Вот реально, еще такого вот серьезно не было, блядь. Вот, ну, серьезно, блядь. Так, хорошо, а если я стабилизацию отключу? Она просто включена все это время, а она не отключается. Что, блядь? Это первая тачка, которую я вижу, у которой не отключается стабилизация. Так, ладно, я не знаю, как мне просто смотреть, что... Блядь, опять что-то отвали... Блядь, это пиздец, ее невозможно... Ее... Блядь! А это декоративные элементы, я правильно понимаю? То есть основной там под капот... Ну, как под капот? В салоне, потому что я сейчас заглянул, там в салоне реально двигатель. Ее невозможно контролить, пацаны. Она, конечно, скорее всего, поедет очень быстро, но как... Блядь, это такая дичь. Просто посмотрите на это со стороны. Просто, смотрите, поток едет. И вот эта хуета несется. Просто, как бы, чувак на восьмерочке, как бы, немножечко в шоке, блядь. Ему везет, что он, как бы, невысокий, потому что вот эта херня, блядь, хромированная, сейчас бы нормально пиздануло, блядь. Блядь, что это вообще такое? Это что, блядь, происходит? У нее еще крылья какие-то торчат. Что вообще? Как можно было... Зачем? Почему? Кто? Кто создал тебя такую, ездить на тебе очкую? Просто вот реально подходит к этой тачке? Я не понимаю. А, это максималка? Нет, блядь, это другая передача! Обнаружена нестабильность. Блядь, тут, по-моему, стабильность обнаружена была точно... Вот просто в тот момент, когда я заспаунил эту тачку. Вот сразу нестабильность полнейшая, блядь, произошла. Блядь. Ну это реально Amogus. Подождите, если, короче, переключить вручной режим Carabas, а он как бы там... Там коробка просто немножко тупит. Немножко! Совсем... Блядь, что-то отлетело прямо в экран. Что происходит? Блядь, сука, я не знаю... Там написано Infinity, блядь. Это нихуя не Infinity. Я хочу понять скорость. Можно понять скорость? У меня спидометр сломался, блядь. Это... Это... Это моделька просто поганит все. Ну, в смысле, не поганит, а... Ну, не портит, а... Ломает! Она ломает все, блядь! А, это нейтралка первую въебывую. А, ну... Ну, драйв, в принципе, воткнул нормально. Я ничего, блядь, не вижу. Вообще, как вообще... Какой... Блядь, сука! Декоративные хромированные элементы! Разлетите такую херню на Rolls-Royce сделать. Подождите, стоп, а может это... А может, типа, это Amoral 2.0, каким он мог бы быть? Что, по дефолту, розовая? Подожди, стоп, блядь! Вы какие-то реально Rolls-Royce такое сделать? Блядь! Нет, ну это, конечно, жестко. Я даже не представляю, как это возможно. Должны быть какие-то картонные элементы, чтобы они, ну, типа... Просто представьте, даже если... Каждый из этих элементов весит несколько килограмм. Все это присобачить на крышу, как бы там крыша скажет до свидания. То есть, это должно быть что-то из картона или из пенопласта сделано, но... Оно сразу разлетится на ветру. Поэтому это что-то, блядь, из разряда фантастики, конечно. Блядь, что я... Что? Зачем я это нашел? Зачем я это решил проверить? Я почему сейчас не успокоюсь, потому что я хочу... Сам прикол, что реально эти детали ничего не весят. Я уже в этом убедился, потому что они, когда отлетают в другие тачки, они даже их не мнут. То есть, подождите, ну-ка, стоп, вот, подождите. Сейчас попробую... Как мне скинуть с себя вот эту вот хуйню? Блядь, там коп. Вот, стоп! Вот, вот, допустим, да, проследим за хромированным... Так, ну этот не задел, хорошо, тут... Блядь, какой-то кошмар, блядь, происходит. Ааа, стопэ, стопэ, стопэ... Блядь, этот нагнетатель выглядит как нагнетатель-убийца, который просто по шоссе, блядь, летит. Не повезло, пацаны, не повезло. Я хочу просто, чтобы какая-то деталь улетела в кого-то, чтобы понять вообще, насколько... Ааа, ну, типа, обладает коллизией вот эта хромированная хуйня, которая сверху на крыше находится. Это мне нужно куда-то врезаться, и что... Спокойно, 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 нормально. У нас периодически бывают такие серии, где мы тестируем всякое, блядь, ну, конечно, такого я еще не припомню, но... Да похуй! Всякое бывает в жизни, как говорится. Я просто врежу... Так, ладно, ладно, спокойно, нормально, 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 пацаны. Я нормально реагирую на это все, это нормальная ситуация, просто совершенно... И что, блядь, делать мне теперь? Подожди, а из-за чего он начал... Просто как бы поначалу-то вроде все было прекрасно, все было хорошо, а теперь просто даже до удара дело не доходит, просто сразу как бы... Вот там отлетело... Подожди, стоп, 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 стоп. Да, блядь, да можно вот это хер... Я просто хочу, чтобы она заебашила какую-нибудь тачку проезжающую. Это все, что я хочу увидеть, просто. Просто понять... Так, по-моему, если я не ошибаюсь... Блядь, да ты что, издеваешься, что ли? Я просто хочу, чтобы этот хром уебал кого-то! Из трафика! Я слежу, я внимательный... Блядь, эксперименты продолжаются, пацаны. Так, ну тут пиздец в целом произошел вот с этой... А, это еще и гоночная семерка была когда-то. Я тут ни при чем, пацаны. Тут само все было, блядь, что-то, сука, выхлопы какие-то торчат. Что происходит, блядь? Что, блядь, происходит с этим автомобилем, блядь? Что, если это можно сказать? О! А, ну, блядь, ну, сука, ну тут прилетел автомобиль! А, ну во, во-во-во-во! Оно отпрыгивает, сука, оно ничего не весит! Оно ничего не весит! Это хром фейковый, блядь! Ну, даже не то, что хром, это двигатель или нагнетатель или что там, блядь, я не знаю, вот эти блоки, которые сверху расположены. Это фейк все! Это все фейк! Это декоративная хуйня, которая ничего не весит вообще! Так, хорошо, допустим, можно как-то, я не знаю, просто я не смогу, я не знаю, какую... Ладно, давайте под конец я пойду на трассу. Блядь, ну ее мало будет. А, ну почему? Блядь, я не понимаю нихуя, у меня мозг сейчас, блядь, просто, блядь, называется, приехал из поездочки, блядь, решил в бимочку поиграть. Поиграл, блядь! Обнаружил модельку, блядь, новой сборки своей, ага! Охуенно, блядь! Блядь, ну это пиздец просто. То есть в какой-то момент, когда что-то начинает с ней... Как-то тачка начинает разрушаться... Она крашится, блядь! Это, в принципе, все, что происходит, блядь! Вот с этой розовой залубкой, вот с этой, вот, блядь, вот это, блядь. На что она похожа, я даже не знаю, на что она похожа? Она похожа на 2D-шную, какой-то, знаете, какая-нибудь игра, не про тачки. Ну типа какой-нибудь, блядь, спайдермен, блядь, я не знаю, мне почему-то первое, что пришло в голову. И там трафик ездит, как бы, просто какие-то машинки. Вот это что-то подобное, блядь, было когда-то. Ну, когда-то, чисто в теории. Но, блядь, попало в BeamNG Drive, на нее навесили вот эту херню. Ай, блядь. Ну, чтобы вы понимали, она реально контролится очень сложно. То есть это, типа, не нажал газ и ускорился. Это не я сейчас ее закладываю боком. Это она реально такая сама по себе. В общем, друзья, я думаю, что многих вопрос волнует... Я просто, знаете, я думал, когда я ее увидел, я думал, что она весит до хера, и, типа, на ней еще можно расталкивать машины. Нет, расталкивать машины на ней, как бы, бесполезно, потому что происходит вот, как бы, вот такое вот... Ну, как бы, так себе, да? Ну, лайтовенько, на фоне того, что мы обычно тестируем. Ну-ка, 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 ну-ка. А, она такая прозрачная, сука! Она прозрачная, блядь! Что? Исчезла, блядь. Нормально вообще? Нормально вообще, нет? Что происходит, блядь? Блядь, это реально амол... А. Да, обнаружена нестабильность, блядь. В очередной раз. Заебись. В общем, я должен был просто провести этот тест. Хорошо, я... И самое главное, что мы можем узнать про этот автомобиль, это то, сколько он едет. Потому что, судя по всему, если в ручном режиме переключать передачи, она реально быстрая. Но насколько, мы должны это проверить. Поэтому без всякого трафика мы сейчас отправимся на наш полигон, на котором мы тоже, там, арабский дрифт, неарабский дрифт, все вот это вот устраиваем. Это, конечно же, как он там, Матрикс... Или как он называется, блядь? Или не Матрикс, блядь? Не, Матрикс это другое, блядь. Подожди, Матрикс или не Матрикс? Блядь, все повисло к хуям собачьим, пиздец, блядь. Еще в 4К, блядь. Все, пизда, рулю, блядь. Походу, приплыл. Нет? Блядь, как... А, ССС... С... СБР. Что-то такое там, по-моему, да, называют? С... А что так лагает-то, блядь? Я не понимаю. Все, пизда. Амогус, блядь, накрыл меня. Не ищет нихуя. Вот! Вот! Special Stage Road B! Это то, что мне нужно. Друзья, отправляемся туда и тестируем наш Амогус. Ну что? Увлекательные тесты продолжаются. Я предлагаю сразу вот как бы подальше. Ну, я надеюсь, что даже... Ну, я попытаюсь контролировать ее. Просто как бы... Не всегда это получается, как говорят. Когда дело заходит. Вот как бы вот... Насчет таких вот автомобилей. Что тут Ibishe Bird? Что происходит вообще? Что? Какие-то модельки новые появились вообще? Сейчас посмотрим на Ibishe Bird, кстати. А можно ее создать дополнительно? Что это такое? Просто мне кажется, неспроста. Вряд ли это просто 2D-шная какая-то тачка, которая... Ну, что-то какая-то приколюха-то в ней есть, наверное. Я надеюсь. И Амогус. Амогус это вот... Я думаю, что... А водитель где сидит? Непонятно, да? Ну ладно. Так. Возвращаемся к Амогусу. Сейчас мы к этому тоже вернемся. Я не знаю, что это такое вообще, что происходит. Так. Амогус. Вот он, собственно говоря. Меняю. И сейчас попробую в ручном режиме, потому что коробка там подтопливает. То есть я сначала уперся в 220 км в час. И думаю, ну типа, нет. Нет. Она может быстрее. Действительно. Если в ручной режим переключить, то... Так. Так. Сейчас, блядь. Как мне смотреть? Даже вперед хочется смотреть просто так. Третья. Ебать. Четвер... Сука! Она начинает разваливаться на ходу! Это невозможно! А можно я как-то сразу скиню свои все элементы? Так. М2. М3. Блядь. Она очень резкая. М4. Это невозможно, друзья. У нее просто настолько нецепкие шины, что... Короче, она... В принципе, можно поставить сразу М7. Нет. М6. Даже М5. Так. И потихонечку. Тихо. Она в букс, сука, срывает. М6. Блядь. Как это сделать? Как заставить ее ехать, блядь? М7. А-а-а! М6. Блядь! Это невозможно, пацаны! Она все равно перевешивает, куда-то ее начинает колбасить просто... Просто со всех сторон. Я не знаю, как это сделать. Реально. Я отвечаю. То есть потенциал... Потенциал, если можно это так назвать. У нее, блядь, есть! И как бы седьмая... Передача тоже имеется, которой пока не хватает, потому что ей надо раздуться. Это как бы... Блядь, это просто дичь какая-то, реально. Ну, типа 400 там с чем-то было. Ну, посмотрите просто... Просто со стороны посмотрите на это. Это как бы... Ну, как выглядит? Нормально? Или так себе? Ну, я думаю, что-то сомнительно, да? То есть, как бы... Ну, какой-то реально Amogus, блядь, едет. В общем, друзья, я пытался. Пиздец, 500. Блядь, тут даже дело не в этой хрени, которая сверху висит. Тут... Все, блядь, опять крашну, куям. А тут дело именно в том, что... Она зацеп теряет. У нее начинается явейший крутящий момент, и просто происходит какая-то дичь. А это что, блядь? Она, типа, из нескольких... А-а-а-а! Нихуя себе! Хоть она и выглядит, как не машина, а не пойми что, но, блядь, это интересная задумка. То есть, тачка состоит из кучи, кучи, кучи каких-то пластмассовых или, я не знаю, железных элементов. Мне сейчас пришла в голову идея. Если у нас неделька бинки просто будет, мы можем взять эту модельку, ну, так, штук 20, минимум. Поставить их в ряд и снести на каком-нибудь автобусе, который реально едет быстро и их всех снесет. Вы понимаете, что будет? Вы понимаете, сколько деталек разлетится просто в разные стороны? Мне кажется, такого фейерверка мы, блядь, еще в BMG Drive не устраивали. То есть, понимаете, да, машина, насколько разлетается, насколько частей? Это одна. А если их будет 20 и как бы в них, в нее... Вот, подождите, стоп, я даже сейчас тест проведу, просто вот, как бы, вот, вот возьму сейчас, не знаю, что-то быстрое, например. Да даже тот же автобус можно взять, как раз-таки на одно, ну, на примере одного автобуса это проверить. Так, где этот автобус-то, блядь? А, вот, 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 вот автобус. Мне, блядь, супер драг, блядь, что тут за модификации? Бернаут бас, вилли бас. Не, я просто херу возьму, просто мне этого будет достаточно, более чем. Я сейчас немножечко заспаунусь сзади и просто снесу эту тачку. И причем это можно сделать на небольшой скорости. Ну, так вот, чисто, да, ради, ради интереса, что вообще произойдет? А произойдет, я так предполагаю, что... Примерно следующее. Ну, как бы, тут просто несколько деталек совместно разлетелось. То есть, она реально разлетается по частичкам. По частичкам. И если таких машин будет 15, 20, а может быть 30, я думаю, друзья, это будет довольно интересно. Ну, а сегодня мы посмотрели Амогуса. Ожидания были, конечно, у меня побольше. Я думал, что там масса какая-то большая у этого транспортного средства. И как бы она будет контролироваться. Типа, вот этой хуйней можно будет сносить просто все на своем пути. А оказалось, что просто, на самом деле, там немножечко фейково все. И в любом случае это пиздец какой-то. Я таких моделек... Ну, у нас не часто такие модельки бывают. А тут как бы появилось. И почему бы не посмотреть, блядь, Амогус. В натуре, блядь, Амогус. Самый настоящий. Ну что, друзья, 33 тысячи лайков. И, конечно же, неделька бимки, как я уже обещал. Проверка на ролейность, прыжки в длину, какие-то другие рпшечки. Да, в принципе, есть где разгуляться. Поэтому, друзья, все зависит от вас. А, веселый драк. Это вообще обязательно. Это прям я уже соскучился, честно говоря. Поэтому, друзья, оценивайте видосик. Подписывайтесь на канал, ставьте впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok.